Уважаемые слушатели, Денис Васьков у нас в студии. Доброе утро, Денис. Доброе, доброе утро. Актер театра «Глобус» с 2008 года. В 2007 году окончил Красноярскую государственную академию музыки и театра. Про ваши регалии в качестве лауреата 23-го фестиваля премии «Парадизм» мы уже тоже рассказали. Мы там подсчитали, знаете ли, Денис, 48 ролей в «Глобусе» вам как? Сказок же много, там ведь, наверное, половину из них... А вам сказки за роль Нищетова, да? Ну нет, там просто есть всякие, знаете, гном-весенчак, гриб, гриб. А мы-то недавно Дениса видели в роли Феликса в спектакле «104 страницы про любовь». Кстати, мне очень понравилось. Спасибо, спасибо. Именно ваша роль. А потому что самим автором написано очень талантливо и толково, поэтому надо было просто не испортить этот изумительный текст Родинисского. Денис так скромно, что типа, да, в общем-то, это не влияет. Вообще роль хорошая. Нет, причем у Дениса там отрицательная роль, но именно нам и понравилась, вот, я не знаю, очень-очень такая была игра. Да? Спасибо, приятно. Она хоть и отрицательная. Да, главного героя, да, такой, который... Ну, антагонист, получается, главного героя, да. В очках только там Дениса. Вот, в этой роли. И надо сказать, что вот сейчас мы общаемся с Денисом... Добрый, более... Да, да. Более добрый. А вообще... Открытый, простой, нет? Ну, вообще, да, я, в принципе, наверное, это качество. Да, это... Мои первостепенные качества. Простота, честность, искренность. Подходите ко мне после спектакля, да, поговорим за жизнь. С удовольствием. А бывали случаи, когда люди узнавали на улице или там возле театра? Бывали, бывали, но не так прям много-премного, но как-то в ленте узнали, я как-то покупал там что-то, какое-то молоко, рыбу. Как вам Денис этот кефир, да? Я говорю, здравствуйте. А мы вас... Такая роль, которая, ну, очень на вас похожа. Прям буквально, когда практически не приходится играть. Бывает? Да, такой есть. Кто это? Так, сейчас... Да, их, знаете, их даже, наверное, несколько, где я просто, знаете, включаю, так сказать, энергию и просто люблю... Я просто, в принципе, люблю покричать, но когда, знаете, энергия просыпается, это... Хей! Поэтому у меня есть пару ролей, там, например, я не знаю, ну, вот роль принца у меня в спектакле «Робин Гуд». Это мюзикл же, да? Мюзикл, да-да-да-да. Вот буквально позавчера мы его играли. И я вот там, прям, мне кажется, я-я. А раз вы так любите кричать, наверное, мюзикл, в принципе, ваше «Я-я», да? Да, ну, видите, кричать это одно, а там бывает иногда надо прям петь и попадать в ноты, а вот это уже, к сожалению, не очень мое. Давайте немножко в историю окунемся, как срослось с театром, когда поняли, что ваше, как попали в «Глобус», например, после «Красноярска». А там не просто после «Красноярска», я, короче, поехал... Вот вы год что-то делали, в 2007 году вы закончили, а в 2008 начали. Я год работал в Башкортостане, в столице Башкортостана, город Уфа, работал артистом. После «Красноярска», я закончил «Красноярскую академию», поехал по городам России, мы целой компанией поехали, Челябинск, Краснодар, Питер, Великий Новгород показывался в театре, меня почему-то нигде не взяли, хотя мне казалось, что я просто самый красавчик на курсе, но судьба распределилась по-другому. Вернулся в «Красноярск», поехал в Уфу, показался, меня взяли, а потом главный режиссер в Новосибирск, Алексей Михайлович Кирклил, пригласил в Новосибирск. Нет, он в «Красноярске» меня еще видел, как-то пометил у себя в голове галочку, что нужна такая фактура, нужен вот такой вот образ, и просто потом пригласил к себе, и я уехал из Уфы в Новосибирск. И все сложилось. И все сложилось, да, и вот так вот, вот. Хотя вообще, когда учился еще в «Красноярске», очень хотел именно в «Глобус», потому что говорили, что я вот именно по энергии для молодежного театра. А в «Красноярске» новосибирские театры, как бы, у них там, что, свой, так скажем... А наш главный режиссер, он из «Красноярска», поэтому он частенько, ну, как бы, бывает в «Красноярске» и смотрит на студентов. И тамошние студенты знают, что если что, может быть, да, повезет. Конечно, а еще видите, город Новосибирск такой. Может быть, мы покатаемся на метро. Это тоже радость для людей, конечно же. «Красноярск — родной город, да?» Очень родной, очень люблю и очень переживаю сейчас, что там плохой воздух. «Оттуда родом, да?» «Да, да. Оттуда родом...» «Почему вы переживаете? У вас же там больше нет». «Ну, я туда возвращаюсь ведь каждое лето. И там говорят просто дико...» «А почему? Из-за чего? Там же горы, вот эти края...» «А вот там, видите, там город, он находится в низине, и там...» «Этот бобровый лог этот...» «Прекрасный бобровый лог». «Прекрасное место изящно превращается в экологию в 50 человек». «И в чемоданное настроение по Красноярскому краю». У нас просто есть такая тоже рубрика. «Но вы не рассказали, как вообще поняли, что с театром у вас же...» «А то все просто, я думаю, знаете, довольно-таки банальная такая история для всех артистов. Был слишком активный, веселый, участвовал в КВН, пел песни, и все, и говорят, «Ой, ну тебе твой артист, артист, артист». И все, пошел, показался. Хотя, конечно же, когда... Я прям помню, как мы с мамой приехали. Я просто сам не из Красноярска, а под Красноярском есть деревня Красный Маяк. Такая замечательная деревня. И мы приехали в Красноярский институт. Там было очень много мальчиков и девочек. Я думаю, мам, стопудово меня не возьмут. Прошел первый тур, третий, четвертый, и все, и потом взяли. И вот стал учиться. У меня вроде бы сразу стало получаться. Я нравился педагогу. Полюбил эту профессию. Я как человек, который не поступил в театральный институт, говорю, что мальчиком в этой сфере гораздо проще, и можно просто быть. Потому что их просто мало. А тут потому, что больше пьес на нас пишется. Вообще, в принципе, вся мировая литература на мужчин. Ну, потому что театр изначально мужицкое занятие было. Да, да. Но, кстати, это меняется. Вот, например, мне кажется, сейчас очень много ролей современных авторов пишут именно на женщин. И вообще, в принципе, такая есть тенденция в современном кино. Сейчас очень много где главных женщин. А как вы хотели с борьбой-то за равноправие и против насилия-то, да? Да. Все, вот оно откуда. Вот так так, на театральные темы не уходим. Денис Васьков на студии, вернемся после рекламы. У нас в гостях не просто прекрасный актер театра «Глобус» Денис Васьков, но еще и человек, очень радеющий за экологию города Красноярска. И если мы можем как-то помочь привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в Красноярске, мы это делаем. Да, люди, 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 сделайте что-нибудь, пожалуйста, малюк. Я туда каждое лето приезжаю и люблю там балдеть. Вот зачем вам чистый воздух, Денис, все понятно. Помните свой первый поход в театр в качестве зрителя? Да, да. Да, это было ужасно в том отношении, что я просто вел себя как молод... Знаете, вот сейчас многие приходят, например, подростки, где ты, наверное... И жуют что-нибудь громко. Ведут себя просто ужасно. Знаете, кричат во время действия, телефоны не отключают, ведят чипсы, вот жуют, да. Я вот примерно был таким же. Я вообще был такой, знаете, любил пошалить. Я почему-то прям помню, там появляется... Это было в городе Каннске. Появляется женщина, я помню, я помню, о, мадам Брошкина! Ты на весь зал, да? Да, это кошмар, мне так стыдно за это. Найдите эту мадам Брошкину, извините. Да, кстати, мне кажется, она до сих пор работает в этом театре. А она мысленно просто сказала, играть тебе всю жизнь на сцене. И чтобы малой лентке грызли кириллежки. Потому что мы иногда бывают сами, стоишь на сцене, говоришь что-то, и там просто кто-то ня-ня-ня-ня. Ты думаешь, ну почему ты сейчас так делаешь? А почему вот я так делал? Вот почему, что это такое? Михаил Ефремов же показал, как, да? Да, слез. Михаил, я тоже безумно смеялся, когда его видел. Давайте мы и сейчас будем с Сашей шалить, а вы нам что-нибудь исполните. Прямо вот перенесемся в театр. Давайте, наверное, давайте я зачитаю отрывок из стихотворения моего любимого Евгения Евтушенко из спектакля «104 страницы про любовь». Поехали? Да. Ня-ня-ня. Евтушенко. Я разный, я натруженный и праздный, я цели и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый. Я так люблю, чтоб все перемежалось, и столько всякого во мне перемешалось, от запада и до востока, от зависти и до восторга. Я знаю, вы мне скажете, где цельность, а в этом всем огромная есть ценность. Я вам необходим, я доверху завален, как сеном молодым, машина грузовая. Пою и пью, не думая о смерти. Раскинув руки, падаю в траву. И если я умру на белом свете, то я умру от счастья, что живу. Какие тут могут быть кириешки, когда такие слова? 60-е, прекрасное, прекрасное время. Вот там вот, знаете, позитив и какое-то, знаете, убеждение, прекрасное будущее. Есть у вас любимая эпоха, когда играете на сцене? Вот, вот. Вот 60-е? Да, мне очень нравятся, знаете, вот эти вот пиджаки, клетка, галстуки, очки. И люди увлечены, очень сильно увлечены. И по-настоящему верили, что все изменится, что, знаете, как сказать, в них жила надежда, что вот скоро будет светло. Вы бы хотели что-нибудь поставить тоже такого времени? Да, я не про время бы хотел поставить. Вот у меня, к сожалению, нету каких-то режиссерских способностей, но мне хочется поставить что-то позитивное. Вы знаете, есть такой прекрасный американский автор Джонатан Троппер. Вот он, типа, наверное, что-то, как вампилов, знаете, грустное, смешное, но при этом, что... Все заканчивается хорошо. Да, например, не как вот Звягинцев, знаете, вот он вскрывает нарывы, но как бы... Но перспективы не остается. И в конце все это такое. Да, 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 а я вот как бы хотел... Вот мне кажется, вот такого вот вообще, я думаю, зрителей желают от похода в театр, чтобы было надежда. Да, чтобы был позитив, что ты выходишь, да, ты, может быть, во время спектакля и заплакал, и задумался, и... Как Форест Гамп, я его когда пересматриваю, все время, и то плачу, то смеюсь. Но при этом, когда ты думаешь, насколько ведь прекрасна все-таки жизнь. Вот каким-то таким вот ощущением. И у вас в арсенале такие спектакли, вот после которых такое ощущение? Я думаю, да, например, Аллы Паруса, наверное, вот мюзикл, я думаю, он такой вот светлый, радостный, веселый, позитивный. Давайте отойдем от режиссерства и актерства. Не собираетесь вы ничего ставить, да? Пока. Пока нет, ну, конечно же, в голове, я думаю, у любого артиста, который работает в театре чуть больше 5, 6, 7, 8 лет, у него есть вот это вот где-то в глубине души, что... Но я когда-нибудь что-нибудь сделаю. Ну ладно, мы будем ждать. Есть роль мечты. Да-да, что-нибудь, знаете, что-то такого, какого-нибудь обаятельного афериста, что-то в духе какого-нибудь Остапа Бендера. Ну и, конечно же, хочется... И опять же, чтобы было хе-хе-хе-хе. Да, 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 вообще, мне нравится, чтобы, знаете, была энергия на сцене. Такое, чтобы был актив, динамика, экспрессия. Пахать надо на человеке, пока у него есть. Пока прет, пока глаз горит. Денис, хочу немножко послушать о том, какой вы за кулисами, какие-то пристрастия, ваш личный хобби. Понятно, что у вас не так много свободного времени, но как-то вы его проводите, как? Да, думаю, как, наверное, любой артист. Ну, не любой, но я просто, в принципе, с детства безумный киноман. Вот прям я с шестого класса, я вот говорю, уже повторяюсь, из деревни, и у меня 15 километров до родного города Каннска. Я помню, уходил из школы, садился в электричку и ехал в этот город Каннска ради видеокассеты с фильмом «Шафт» с Самурием Джексоном и возвращался на попутки. И у меня прям дома до сих пор у мамы в деревне стоит большущая коллекция из этих видеокассет. Ну, в смысле, я прям киноман, поэтому я посвящаю очень много времени кино. Смотрю все вот эти вот наилки. Какой любимый ваш фильм? Наверное, Крастоп Американский, Бёрдман и Ла-Ла-Лэнд мне нравятся. Потому что он позитивный. А мы все время говорим, это вам не Ла-Ла-Лэнд. Ла-Ла-Лэнд, по-моему, волшебное кино. Мне оно очень нравится. С Бёрдман согласен, действительно. А Крастоп Американский, я не знаю, мне нравится, когда, знаете, с главным героем происходит какая-то трагедия на фоне красивой, ну, как сказать, на фоне как будто бы успешной жизни. Это всегда любопытно. Ну, туда же, может быть, закинуть и бойцовский клуб. Трагедия. А из наших Москва слезам не верит. Мне кажется, это какое-то замечательное кино, да. Ну что, вернемся, давайте обратно из хобби в профессию. Какие-то ритуалы перед выступлениями соблюдаете? Свои традиции какие-то личные? Вот кроме того, чтобы ударить друг от плеча? Да, на каждом спектакле есть какая-то определенная штука. Какая вам больше не нравится? Ну, я, например, на некоторых спектаклях, ну, у нас, как бы, знаете, есть, ты уходишь за кулё и смотришь на сцену. Уходишь за кулё? Какое интересное выражение. Ну, типа того, знаете, там, как бы, декорация же стоит, и ты находишь какое-то определенное местечко, смотришь на сцену и, как бы, так сказать, соединяешься с мыслями со сцены. Там обычно всегда, такой, знаете, гаснет свет, темнота. Солнечное свет. Да, 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 и ты вот как будто бы, знаете, вот соединяешься, ты понимаешь, что ты сейчас буквально там через 2-3 минуты выйдешь, и там будешь совсем другое не жить. Как бы, знаете, собираешься с мыслями и посылаешь свои мысли вот на неё, и вы, как бы, соединяйтесь, чтобы вот потом, знаете, на полтора, на три часа, как бы, соединиться. И, как бы, типа, такое определенное, что ли, просишь помощи такой определенной, чтобы сцена дала тебе, чтобы помогла, так сказать, потому что, чтобы, знаете, чтобы там диван вдруг нечаянно не вылез, чтобы ты не споткнулся, не упал. Какая-то маленькая молитва, так сказать, да? Вот, типа того, да, такая сценическая, театральная. Как приятно, прям вот утро раскрыл сейчас человек. Очень, мне кажется, это личные вещи. Спасибо вам большое. Это не всё. А, не все, да? Денис Васьков, актер театра «Глобус» у нас был в гостях на пятом ряду, четвертом месте, он, как все наши гости, принёс какую-то историю о себе, о жизни, что-то настоящее и забавное. Ну вот, она забавная, наверное, конечно же, в первую очередь для нас, самих артистов, потому что для зрителей, наверное, не так будет забавно. На дисплее, они этого не знают. Да, да, да. Просто для нас как раз забава в том, чтобы зритель как раз не увидел, не понял и не догадался ни в коем случае, потому что некоторые спектакли мы играем по многу разу, и как бы постоянно, знаете, ну по два, по три раза в месяц выиграешь. Уже становится делать это очень легко. Ну не то, что очень легко, просто хочется, знаете, чтобы всё время что-то было... Новое. Да, да, да. И в принципе мы просто сами по себе артисты любим... Добавлять эмоции. Пошутить, поимпровизировать, как-то друг друга расколоть. Но расколоть это такое выражение, друг друга рассмешить. А на сцене, конечно же, ни в коем случае, чтобы зритель не догадался, что ты смеешься. Ну и ты не должен это... Поэтому мы любим, например, перед выходом на сцену, я вот, например, у меня есть дружочек-пирожочек мой, Максим Юрьевич Гуралевич, наш артист. Был у нас тоже в этой рубрике. Если Максим меня слышит. Макс, привет. И это... У нас есть спектакль «Мамочки». Очень безумно драматичный. Зрители смотрят его и всегда плачут, потому что это такая... Подтверждаю, был плачет. Да, драматичная очень история, военная. И вот там самое интересное. Да, да, да. И там как бы надо ни в коем случае не смеяться, потому что это играешь, ты буквально 5 метров от зрителя, они все безумно как бы видят. И перед выходом на сцену мы с Максимом любим друг друга, так сказать, зарядить физически, либо пенделя волшебного поставить, либо по плечу ударить кулаком. Они реально друг друга бьют, короче. Да, да. Перед выходом на сцену, чтобы сделать, так сказать, товарищу, другу больно, а он должен выйти на сцену, это должен зритель не понять, и он должен играть драматическую сцену, например, с мамой. Слушайте, а там же драма, там же как раз надо плакать. Ну, сделали вы больно, друг заплакал, все, успею. А он не заплакал. Он почему-то в этот момент становится безумно смешной. Я не знаю. Это какой-то парадокс от человеческого тела. Тебе не больно, а ты просто, ну, как сказать, ты начинаешь очень внутри смеяться, хихикать, и думаешь, ну, какая же ты все-таки, какой же ты, какая же передиска. Конечная цель вот этих шалостей, просто, чтобы кого-то уволили, и тебе досталось больше ролей. Так, признайтесь? Нет. Вы просто хотите на всех уволить. Ну, возможно, я и желаю, чтобы кого-то уволили, но только не моего дружбанчика Максима. Вам нужно объединить свои усилия и бить кого-то другого. Да. Спасибо большое. Денис Васьков, самый дружелюбный актер в обществе. Да, спасибо большое. Спасибо вам. И мы тоже говорим всем до свидания. В студии для вас работали Талаваева Настя. Александр Кусаитов. Всем добра и позитива. Живите интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!